здравствуйте уважаемые зрители моего канала сегодня видео какая посуда для здоровья полезна а какая вредна сейчас я перечислю все виды посуды и объясню почему вредна или полезна та или другая посуда первое алюминиевая оловянная категорически нет не используйте атомы этих металлов при скоблении а металл тарелок ложкой вилкой приводит к отделению частиц из пищи человек потребляет эти металлы которые накапливаются в организме и практически не выводятся из него и вызывают тяжкие заболевания вплоть до рака помните также что запайка прохудившихся самоваров оловом вредна не пейте из таких самоваров помните что от высоких температур атомы металлов тоже переходят в воду кроме пищевой нержавеющей стали и платины вторая чугунная посуда это всевозможные чугунки казаны эта посуда безопасно инертно долго сохраняет тепло и можно сказать что такая посуда почти незаменима для применения скажем в русских печах третье глиняная посуда это керамическая посуда включая фаянс фарфор и всякие другие разновидности фарфоровые изделия это изделия получаемые из высокосортной белой глины то есть калиновой белой глины с добавлением кварца полевого шпата и других примесей но есть дорогие товарищи разновидность костяной фарфор туда добавляют перемолотые кости животных и конечно такой фарфор не этически и покупать его пользоваться им я не советую конечно же не по вопросам здоровья по крайней мере прямых следствий связи а по этическим соображением четвертое деревянная посуда включая различные ложки вилки тарелки на руси такую посуду делали в основном из липы но сейчас делают и из дуба конечно это сложнее но такая посуда более долговечная ее пропитывают маслом разумеется такая посуда полезно природно естественно есть еще плетеная посуда скажем из бересты или из цельно снятой бересты куда вколачивается донышко и такие скажем стаканы из бересты не пропускают воду разумеется такая посуда полезно летом сохраняет прохладу такая посуда является антисептической пятое существует хрустальная посуда всем известный хрусталь. Но только помните, что это никакой не хрусталь, потому что хрусталь может быть только минерал, горный хрусталь. А то, что продается в магазинах, это стекло, обогащенное свинцом. И это называют хрусталем совершенно несправедливой. Так вот такая посуда безумно вредна. У меня было видео на эту тему, вот оно. Ссылка будет в описании под этим видео. Посмотрите, кто еще не смотрел. Дело в том, что атомы свинца выделяются в воду, или тем более, кто пьет, что очень плохо. В напитке типа шампанского выделяются быстрее, чем в воду. Человек такую воду или что-то иное пьет, свинец накапливается у него в организме и вызывает серьезнейшие болезни. Шестая. А вот стеклянная посуда, без проблем пользуйтесь. Дешевая, экологичная, никаких проблем, только разве что бьется. Седьмая. Посуда из нержавеющей стали. Это разновидность посуды из металла, но, пожалуй, самая доступная и, в общем-то, инертная. Но это, естественно, только при высокой марке, начиная от трехсот четвертой. То есть, пользуйтесь посудой только из пищевой нержавеющей стали. Восьмая. Естественно, посуда из титана абсолютно инертна, и если вы не будете подвергать эту посуду электролизу, то атомы титана не выйдут в воду, хоть вы что-то жарьте на ней, хоть кипятите воду, никаких проблем. Металл легкий, вечный, не дешевый, но разумно такую посуду иметь, по крайней мере, тем, кто ходит в походы куда-то, и каждый грамм веса надо считать, то это просто незаменимая посуда. Девятое. Серебро. Да, можно применять, тем более это хороший антисептик, как вы все знаете, но только старинное серебро. До 1910 года изготовления, после стали массово добавлять серебро-свинец. Дело в том, что свинец-металл податливый, легкий, изделия такие делать легче. Сейчас серебро все делают с добавлением свинца, кроме, может быть, каких-то эксклюзивных мастерских. А так йоны серебра полезны, но постоянно пить воду из серебряной посуды не стоит, так как просто убьете кишечную микрофлору, а потом восстановить будет, ну, возможно, но не так просто. Курсами да. Итак, старинное серебро, чистое серебро полезно, современное нет, из-за добавления серебро-свинца и других приметей. Десятое. Посуда из пластмассы, пластика, это ужас. Чего стоит только один без фенол, а не говоря о других химических отравляющих веществах. Более того, пластик убивает природу, ведь все это идет на свалки и в мировой океан, где уже есть континенты из пластика. Наше общее дело сберечь планету и не использовать пластик, поэтому мы даже в продажах давно уже используем, скажем, зубные щетки из дерева, а не из пластика. Или зубной порошок, натуральный, из волокна льна, в стеклянных банках. Посмотрите мое видео, кто еще не видел про пластик, что сейчас творится и что даже в швейцарских Альпах в источниках находят в воде. Одиннадцатое. Медная посуда. Тут очень важно подчеркнуть, пояснить. Смотрите, чтобы в этой посуде медной не было примесей олова и свинца, так как они тем более при высоких температурах выделяют воду, атомы себя и человек постепенно травятся свинцом и прочими добавками. Но почему стали добавлять свинец в медь при изготовлении посуды? А дело в том, что такой сплав становится мягче, его легче обрабатывать. Скажем, в Индии до 30 и более процентов в составе так называемой медной посуды не меди, а именно свинца, олова и других металлов. Для красоты такую посуду, если хотите, конечно, используйте. Но для еды, для питья категорически нет. Только медь марки М1, это еще советский гост, где 99,9% чистой меди, можно использовать для питья, и тогда такая посуда действительно раскроет все свои полезные свойства. Только постоянно пить из нее не надо, а для профилактических целей, курсами, конечно, да. Ведь медь подавляет развитие грибков микромицетов, то есть дрожжевых и плесневых грибков. Подробнее можно посмотреть вот эти два моих видео, и вы все это поймете. У нас такая посуда на сайте есть, продается. Производится она только в России, производится до сих пор листовая медь марки М1. И вот, пожалуйста, какая разнообразная посуда из нее делается. Делать такую посуду во много раз сложнее, потому что этот металл, чистая медь, это неподатливый металл. С ним очень трудно работать, в отличие от меди мягкой, так называемой меди, которая медью по сути не является. Двенадцатое. Эмалированная посуда, конечно, можно пользоваться, пока эмаль не облупилась. Но следить за этим надо внимательно. Мы такой посудой давно уже не пользуемся, но в принципе можно, пока она новая. Эмаль сама по себе инертна. Тринадцатое. Тефлоновая посуда, а вернее покрытие из тефлона. Этим я пользоваться категорически не советую. Вы сами знаете, что тефлон периодически отколупывается, трескается, колется, и, соответственно, микроскопические частички попадают в желудок и кишечник. Тефлон и аналогичное покрытие, именно, вдумайтесь, слово покрытие. Вот если есть покрытие, категорически этим не пользуйтесь. Поэтому нарочно не буду говорить про новомодные, более, так сказать, совершенные покрытия, чем тефлон, потому что все они небезопасны. Не советую. Четырнадцатое. Существует, конечно, еще каменная посуда, вернее, существовала. Сейчас разве что делают для декора, из каких-то интересных минералов. А вот раньше использовали во все. Особенно в горных районах. Например, те же хунзи используют до сих пор. Ну, про посуду из золота я говорить не буду. Мало кому доступна, хотя польза от нее, конечно же, есть. Но только не надо делать из золота и других драгоценных металлов культа. Ну, вот, пожалуй, и все. Надеюсь, что данное мое видео поможет вам сделать правильный выбор. Для кого-то информация, хоть какая-то, будет нова, а тогда очень важна. По крайней мере, я еще раз напомнил то, что когда-то помнили, возможно, вы дозабыли. Освежить в памяти, так сказать, никогда не лишним будет. Пользуйтесь, пожалуйста, только посудой безвредной, либо инертной, но категорически не пользуйтесь для пищи и воды объективно вредной посудой. Теперь вы знаете, почему. И могу только пожелать крепкого здоровья всем хорошим, честным, порядочным людям. Да, и не забудьте, у меня есть еще три канала на ютубе. Первый, вы на нем сейчас находитесь. Второй, жизнь на земле. Про мое хозяйство, земледелие, экостроительство. Третий, о продуктах питания. И четвертый, который называется совесть и подлость, самый главный из всех моих четырех каналов. Он о том, что гораздо важнее здоровья и даже жизни. Посмотрите и сами все поймете. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.